Доброе утро, уважаемые коллеги! Сегодня у нас 16 апреля, очередная торговая сессия, которая по сути еще только впереди. Как всегда предлагаю обозначить ключевые и фундаментальные события прошлого дня, поскольку именно они лезли в основу рыночных тенденций и рыночных настроений, которые мы наблюдали на рынке финансовых активов вчера. Итак, на торгах понедельника по большинству рисковых активов можно было наблюдать продолжение коррекционных тенденций, которые появились на финансовом рынке еще на прошлой неделе. Правда, в этот раз главным фактором, скажем, негативной динамики послужила публикация гораздо более слабых, нежели ожидалось, макроэкономических данных по состоянию экономики Китая. Согласно опубликованным данным, рост китайской экономики в первом квартале замедлился с 7,9% до 7,7%, а промышленное производство за тот же март снизилось с 9,9% до 8,9%. Ну, скорее всего, такую статистику вряд ли можно назвать уж сильно расчаровывающей, поскольку все-таки положительная тенденция есть. Экономика хоть и незначительными темпами, но продолжает восстанавливаться. Однако в текущих условиях существующей неопределенности в финансовых системах США и Европы данные послужили исключительно хорошим поводом для медведей укрепить свои позиции буквально на всех сегментах финансовых рынков. Что касается важных и интересных отчетов, то их попросту в понедельник не было. Можно отметить лишь данные от статистического агентства Европейского Союза, зафиксировавшего снижение импорта на 2,1% в феврале с января, в то время как экспорт вырос на всего лишь незначительные 0,1%. Резкое падение спроса на товары внутри блока снизило торговый баланс, то есть разницу между импортом и экспортом, показав профицит в 10,4 миллиарда евро. Это порядка 14 миллиардов долларов. Самый большой февральский показатель с 2004 года. В 2012 году, напомню, профицит за февраль был всего лишь 1,3 миллиарда. Скорее всего, стагнация экспорта, которая действительно наблюдается внутригерманской экономики, обусловлена слабым потребительским спросом, который, по сути, был подавлен тем, что финансовый кризис подстегнул правительство на обуздание расходов и увеличение налогов. Остается только один вопрос. Действительно ли подобная статистика сможет не с лучшим образом повлиять на перспективу восстановления экономики валютного блока? Как бы то ни было, но отсутствие перспективных источников роста для еврозоны уже снизило прогнозы роста на 0,3% в этом году. А евро по итогам дня достиг уровня 1,3052, что на несколько десятков пунктов ниже прошлой торговой сессии. От статистики Китая наиболее серьезно пострадали валюты Новой Зеландии и Австралии. Достаточно взглянуть на вчерашнюю дневную свечу, как вы поймете, что такой нисходящей динамики не наблюдалось по этой валютной паре достаточно давно. А учитывая серьезную просадку, то есть остается очевидно, что Китай по-прежнему оказывает исключительное влияние своими макроэкономическими показателями не только на рисковые активы, но и на общее настроение, которое существует на финансовых рынках. Канадский доллар, скорее всего, если брать за основу анализа именно динамику канадца, то он, быть может, даже пострадал еще больше, чем новозеландский доллар и австралийский. Но хотя так обычно бывает в отношениях тех валют, которые тесно связаны с сырьевыми товарами. Что касается сегодняшней торговой сессии, то из макростатистики нас ждут несколько интересных экономических отчетов, где прежде всего стоит будет обратить внимание на индекс потребительских цен Великобритании, на размещение векселей Испании. Кстати, этот показатель будет, скорее всего, очень хорошо отыгран на динамике, через динамику европейской валюты, потому что последняя ситуация, скажем, в Европе, и в частности даже по некоторым экономикам, провоцирует рост доходности по ценным бумагам в ходе долгового акциона. А это, скажем, находит свое отражение через незначительную просадку по рисковым активам. Так, идем дальше. Другие экономические релизы на сегодня – это индекс экономических ожиданий инвесторов ЗЮ по Германии, а также окончательный индекс потребительских цен еврозоны. Что касается конкретного времени выхода этих статистических данных, то вам достаточно зайти на сайт нашей компании и в разделе аналитики, а именно экономического календаря, вы увидите, собственно, когда эти данные на сегодня стоит ожидать. Если подводить общий итог текущего информационного и фундаментального фона, то мы бы посоветовали вам обратить исключительное внимание на индекс экономических ожиданий инвесторов ЗЮ, который сегодня будет обликован в час по московскому времени. Прошлый показатель показал хорошую динамику, но, к сожалению, европейская валюта не смогла воспользоваться хорошей статистикой ввиду ситуации на Кипре. В этот раз ситуация может измениться, поэтому европейская валюта, которая, по сути, уже сегодня продолжает подниматься со вчерашнего минимума, имеет все шансы получить неплохую фундаментальную поддержку и со стороны данных экономических ожиданий инвесторов ЗЮ по Германии. И, быть может, Драги в ходе своего выступления в Европарламенте также окажет долгожданную поддержку главному валютному риску европейской валюте и позволит ей не просто преодолеть ближайшее сопротивление на уровне 1.31, но и, быть может, двинуться даже чуть выше. И по аналогии с этим, в принципе, можно сказать и про другие рисковые активы, в частности, про австралийца, который также очень сильно пострадал вчера китайских данных. Быть может, вместе с канадцем они наиболее сильно оказались наибольшими жертвами, скажем, разочаровывающих данных. И, в принципе, мы можем видеть, как австралийцы сегодня продолжают подниматься со вчерашних минимумов, также пытаясь отчасти компенсировать вчерашнее нисходящее движение. Если статистика не разочарует инвесторов и позволит, скажем, повысить привлекательность рисковых активов, то на сегодня у австралийца есть все шансы, чтобы протестировать уровень 0.4. Что касается канадца, то он также демонстрирует сегодня укрепление с самого начала торгов. И если тенденция будет продолжена, в принципе, эта валютная пара, доллар, канадский доллар, могут послужить неплохим, скажем, торговым решением, направленным на снижение, и, соответственно, на снижение американского доллара и укрепление канадца. Так, это весь информационный фон на сегодня. Большое спасибо за внимание, удачных вам торгов, всего доброго, до свидания. Продолжение следует...